Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS2. Сегодня у нас обзор очень интересной модификации на два сразу грузовика. Это Volvo FM и Volvo FMX. В принципе, это в основе один и тот же грузовик, но для разных целей. Если же Volvo FM, давайте сразу на неё посмотрим, это у нас региональный грузовик. По сути, конкурент тому же DAFU XD и используется в основном для перевозок между ближайшими городами на малое плечо. В принципе, он особо не рассчитан на ночевку в грузовике. Идр рассчитан, но в меньшей степени за неделю один-два раза поночевать. В принципе, это основная цель, для чего покупают грузовик такого формата. У нас есть совсем маленькая кабина. Здесь у нас даже нет спальника. Есть кабина чуть-чуть побольше. Здесь уже появляется спальник. Есть кабина побольше и повыше. И есть вообще XL кабина. Довольно-таки, на самом деле, большая. Я думаю, что она по размерам похожа на тот же КамАЗ 5490. Вот такой вот грузовик. И у нас есть также в этой модификации Volvo FMX. Вот так вот она выглядит. Уже этот грузовик используется в основном для сцепки с самосвалом, с бочкой. Если этот грузовик ездит по какой-то пересеченной местности, где может быть какое-то минимальное даже бездорожье. Но в основном, да, такие грузовики используются в сцепке с полуприцепом с самосвалом. По сути, это один и тот же грузовик. Здесь у нас единственное только три кабины. Вот такая вот совсем маленькая. Чуть-чуть подлиннее. Здесь повыше еще. То есть XL кабины здесь нет. Такой грузовик, в принципе, не рассчитан на то, чтобы в нем долго жили. Давайте именно его мы сегодня соберем. Тюнинг у них похожий. Я не вижу смысла останавливаться сразу на двух. По шасси. На самом деле, хочу сказать, что сделано очень-очень качественно, классно, замечательно. Действительно, мое почтение. И вот сегодня тот случай, когда хочется взять 6 на 2. Почему бы и нет? Выглядит очень классно. По двигателям у нас тоже здесь очень большой выбор. Начиная от 330 и заканчивая 540. Все это двигатели уже Евро-6С или Д. То есть это все современные классные двигатели. По коробкам выбор тоже очень большой. Сегодня мы останавливаться не будем. Здесь разные передаточные числа. Все разное. Давайте сейчас просто возьмем какой-нибудь. Вот такой вот почему бы и нет с прямой передачей. По салону. Вот так вот он выглядит. Да, салон небольшой. Места здесь, конечно, мало. У нас очень большой моторный туннель, потому что кабина сидит низко. Ну, а здесь сверху у нас довольно-таки просторно. По качеству. Если по внешке у меня вопросов нет, то здесь, конечно, ну, есть как бы нюансики, как мне кажется. Хотя в целом тоже очень-очень все хорошо. По цветам. Как вы видите, здесь большое количество классных действительно цветов. Таких интересных. Вот желтый очень классный. Для этого грузовика очень подходит. Такой вот цвет. Ну, прям, да. Очень классный. Давайте мы желтый цвет сегодня оставим. Есть, конечно, такие. Тоже выглядит очень даже классно. Да, давайте даже. Ну, есть такой желтенький. Тоже очень классный. Я бы даже его, на самом деле, доставил. Яркий, классный грузовик. Так, давайте смотреть по тюнингу. Тюнинга здесь достаточно. У нас есть галогенки. Что-то реалистик бим и ксенон. Ничего так визуально не меняется. Ну, давайте оставим обычные галогенки. Почему бы и нет? Здесь вот эту секцию можно сделать под краску. А здесь, естественно, можно поставить решеточки. Для такого грузовика это полезно. Здесь у нас такой вот пластиковая защита, скажем так. Здесь ставятся дефлекторы. Тут у нас тоже эта секция в желтый. Здесь всякие лампочки. Здесь под краску делается. То есть можно полностью вообще грузовик закатать в краску. Здесь добавляется шильдик Евро-6. Ручка. Соответственно, здесь можно под краску. Но мы оставим, наверное, все-таки пластик. Хотя можно и краску. Нет, давайте пластик оставим. Здесь у нас ставится спойлер. Тоже замечательно. И сверху у нас тоже еще один спойлер. И вообще грузовик начинает выглядеть очень-очень интересно. Хотя, ну да, нет. Спойлер здесь по-любому нужен. Но какой-то, на самом деле, очень высокий грузовик даже получается. Неожиданно. Но все-таки так. Это мы поставить не можем, если у нас спойлер. Дальше один козырек. По зеркалам у нас тоже одни зеркала. Здесь ставятся флаги. Сбоку у нас что? Тоже юбок нету, к сожалению. Дальше. Здесь у нас стоковые фонари. Ледовские. Классно, замечательно. Ну, давайте ледовские. Все-таки 21 век у нас. Решеточки ставятся или сеточки. Как вам угодно. И здесь брызговики. И все. И все. Здесь у нас еще подкраску делается. Соответственно, тут тоже подкраску. Но я бы оставил пластик. Ну, классно. Замечательно. Тюнинга как бы немало. Но и не сказать, что много. То есть абсолютно весь достаточный тюнинг у нас присутствует. Дальше. Здесь у нас это сисал. Его нужно подключать. Он поддерживается. Здесь у нас рули разных цветов. Почему? Потому что у нас меняется даже обшивка. То есть тут вы тоже можете выбрать какой-то цвет. Черный. Я бы вот такой вот взял, если честно. А может даже и... Не, красненький давайте возьмем. Почему бы и нет. Сидение у нас тоже меняется. Тоже можно разные подобрать. Вот я бы такое красное взял. Почему бы и нет. Здесь у нас пол можно сделать светлым. Дальше. Здесь можно что-то положить. Тоже сисал. Вешается у нас... А нет, не вешается. Вот этот вот элемент делается светлым. Меняется спальник. Вот этот вот симпатичный. Подушки, одеяло. Все как положено. Задняя стенка. Тоже можно даже красную сделать. Почему бы и нет. Здесь у нас добавляются ящики. Они пускай маленькие, но все-таки есть. Тут у нас сисал. Здесь у нас тоже всякие шторки. Можно вольво даже. С вольво тюнинг пака поставить. Дальше. Здесь у нас естественно висящие предметы в салон. Дальше у нас здесь ставится... Я так понимаю, что... Братовой компьютер. Дисплей написано. Мы его давайте поставим. Вот для начала здесь давайте тоже красное сделаем. И поставим дисплей. Посмотрим, что же он показывает. Панель сама тоже делается светлой. Вот такой вот. Но я бы оставил, если честно, в черном цвете. И в принципе по тюнингу салона у нас все. Вот такой вот грузовик получился. Сейчас немного прокатимся. Зацепим полуприцеп. И послушаем звуки. Так, чтобы вас не утомлять, я посмотрел уже. Все у нас отлично зацепляется, отцепляется. По дождю также дворники работают. Есть косичок по стеклу. То есть капельки немного не совпадают с самим стеклом. Так, у нас в общем-то здесь получается навигация. Вот. Причем тот бортовой компьютер у нас получается не работает. Как-то так по подсветке. У нас такой вот ядреный зеленый свет. А так в целом вопросов, если честно, нету. Все окей. Завелись. Так, давайте нейтралку. Ну, если честно, по звукам есть ощущение, что это все дефолт. Вот тяжело как-то, кстати, стартует. У нас пустой прицеп. Вот. Единственное, что у нас... А нет, сейчас легко пошло. То есть у нас первая передача как-то тяжело только пошла. Вот. А так в целом все окей. Ну да, звуки, если честно, по ощущениям дефолтные. Вот. Возможно, я ошибаюсь. Если что, напишите в комментариях. Тоже есть вот это прикольное ощущение, как и на DAF XD. Посадка низкая. Сидишь низко. Вот сейчас мы проведем возле грузовика. Но мы прям ниже сидим, если честно. Вот. Это чувствуется. Вот. Это в управлении тоже будет, конечно, чувствоваться. У нас ниже центр тяжести. Лучше управление, естественно. Вот. Но это все на самом деле все равно на любителя. Что же я могу сказать по этому грузовику? По тюнингу вопросов у меня нет. По качеству в целом тоже нет. Действительно классный грузовик. Могу его советовать. Ссылку в описании я не оставляю. Почему? Потому что за один из предыдущих обзоров модов мне прилетело предупреждение от ютуба. Потому что мод оказался приватным. Так. Нас тут не уступили. Мод оказался приватным. Я оставил ссылку. Соответственно, косяк мой. Тут как бы ничего не скажешь. Поэтому сейчас я ссылки не оставляю. Если вам нужна ссылка на этот грузовик, то переходите в мой телеграм-канал. Вот. Там, если что, подскажем. Вот. Поэтому, да. Раз уж сказал про телеграм-канал, то подписывайтесь. Там много полезной информации. Также подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. И пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok